Развитие человека В развитых странах у мужчин 73 года, у женщин 74. Перед родами у женщины начинаются родовые схватки. Непроизвольное сокращение матки. Им помогает периодическое сокращение мышц брюшного пресса. У появившегося на свет ребенка расправляются легкие. С первым криком он начинает дышать самостоятельно. После рождения ребенка его пуповину, пупочный канатик, перевязывают в двух местах, а затем перерезают между перетяжками. Ребенок становится самостоятельным. Новорожденный ребенок Это небольшой, но ответственный период в жизни человека. До месяца ребенок считается новорожденным. До года грудным. Новорожденный ребенок слаб и беспомощен. Благодаря врожденным рефлексам он сосет грудь матери. Уже через месяц масса его тела значительно увеличивается. Движения усложняются. Ребенок может делать хватательные движения. Обладевает основами общения. В грудном возрасте малыш растет особенно быстро. Примерно с 6 месяцев у него начинают прорезываться молочные зубы. Ряд органов, глаз, внутреннее ухо, быстро достигают почти взрослых размеров. В этот период ребенок должен получать полноценное питание. Лучше всего дети усваивают белки, жиры и углеводы женского молока. Поэтому так важно именно грудное вскармливание. Кроме того, материнское молоко содержит антитела. И таким образом защищает ребенка от многих болезней. В период от года до трех лет у ребенка прорезываются все молочные зубы. Он быстро растет и прибавляет в весе. Развивается речь и память ребенка. Он начинает ориентироваться в окружающей среде. Активно познает мир. В этот период огромное значение для детей имеет игра. Половое созревание у девочек начинается в 11-12 лет. У мальчиков в 12-13. В это время изменяются пропорции тела. Появляются вторичные половые признаки. У девочек расширяется таз, округляются бедра, увеличиваются молочные железы. У мальчиков начинает рост гортани, ломается голос. В 12-16 лет у подростков усиливаются вторичные половые признаки. У девочек появляются менструации. Это признак того, что в яичниках начали развиваться и созревать яйцеклетки. К 15-16 годам у мальчиков начинается рост волос на лице, теле, подмышечных впадинах. Появляются полюции. Юношеский возраст. Это возраст 16-21 год. Совпадает с периодом созревания. В этом возрасте рост и развитие организма в основном завершается. И все системы органов практически достигают своей зрелости. Строение тела в зрелом возрасте от 22 до 60 лет изменяется мало. А в пожилом от 61 к 74 годам и в старческом более 75 прослеживается характерно для этих возрастов перестройка. Обмен веществ замедляется. Происходит снижение работоспособности всех систем и органов. Активный образ жизни, регулярные занятия физкультурой замедляют процесс старения. Продолжение следует...